Издалека стрелы огромных машин больше напоминают паучьи лапы. Они буквально путали новый мост. Внутри 60-метровых стальных конструкций насосы, которые подают основной материал для новой переправы. Это мостовой бетон. Его заливают между зубьями стальной арматуры. А чтобы смесь ложилась ровно, строители используют специальные инструменты – виброрейку и глубинный вибратор. Вибрирующие гибкие трубы опускают в уже уложенный бетон, чтобы выгнать пузырьки воздуха. Ведь сама смесь должна лежать идеально, иначе могут образоваться трещины. А для нового Тульского моста, который соединит сразу три городских округа, привокзальный Зареченский и Советский – это недопустимо. Заливают ее из-за того, что она должна быть цельномонолитной конструкцией. Из-за этого заливаем мы ее четверо суток. Общий объем – 3200 кубов. Непрерывно занимается на этой конструкции 80 человек в день и в ночь. Будем заливать четверо суток. За процессом укладки бетона круглосуточно наблюдают инспекторы Росстройконтроля. Забетонировать предстоит основное полотно моста от первой до 14-й опоры. Каждый час строители расходуют по 12 полных миксеров – бетономешалок. Работы параллельно ведут с двух берегов. А чтобы бетон подсыхал равномерно, его дополнительно увлажняют и сверху накрывают пленкой. Так, за несколько дней смесь наберет прочность. Когда она будет не меньше 85%, строители приступят к следующему этапу работ – натягиванию стальных канатов с трендов внутри конструкции. С их помощью мост по факту будет держать сам себя, только по краям опираясь на опоры. Новая переправа стала одним из самых сложных проектов для региона. Ведь вписывать мост пришлось в существующую застройку – между железной дорогой, заводскими цехами и слиянием двух рек. На Крымском мосту мы тоже работали 3,5 года, так что здесь тоже очень сложный мост. У него радиус большой, плюс высокопрочная арматура, плюс демонтаж, потом металлоконструкцию над водой будем производить. Для этого здесь произвели вкладку специальных труб, для того, чтобы лебедками спускать металлоконструкцию вниз. Подмасти, которые пока и удерживает монолинт на весу, позже спустят по реке на понтонах. Но уже сейчас временные конструкции способны выдерживать нагрузку в 8 тысяч тонн. Это 800 груженных большегрузов. Новый мост будет четырехполосным с тремя эстакадами, круговой развязкой и пешеходным спуском. Самый крупный инфраструктурный проект держит на личном контроле губернатор Алексей Дюмин. Об этом ежегодном послании перед парламентариями читал сопредседатель регионального правительства. Приоритетом программы развития была опережающая развитие инфраструктуры. В первую очередь, конечно же, это дороги и транспорт. В 2023 году было проведено в нормативное состояние более 365 километров региональных и местных дорог. Отремонтировано и реконструировано 10 мостов на региональных дорогах. В том числе мостовое сооружение в Чернском районе и московский путепровод в Туле. В текущем году будет открыт. И это еще один значимый большой проект, который наш губернатор очень большими усилиями реализует. Это мост через реку Упа в городе Тула. Долгожданный, который в этом году уже будет открыт. Открыть мост для движения планируют осенью специально ко дню города. Пока строители график соблюдают. Каждый день на переправе трудится около 200 человек. Это опытные строители из Ярославля, Самары, Ульяновска, Москвы и Тулы. Галина Гуркина, Сергей Голубев, Первый Тульский.